Ослабление карантина в Казахстане 17 августа. Какие запреты сохранятся, расскажу вам я, Зарина Дюсикеева. Какова роль фонда медстрахования в борьбе с COVID-19? Об этом подробнее через несколько минут расскажу вам я, Руссултан Ибрайев. В целях методической поддержки педагогов организованы специальные курсы «Учусь учить дистанционно». Об этом более подробно расскажу вам я, Айгерим Сулейменова. Президент Касым Жумар Тукаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву. Министр проинформировала об итогах работы ведомства и дальнейшем развитии ее деятельности. Особое внимание на встрече было уделено вопросам информационной политики и гражданского общества. В частности, Аида Балаева рассказала о развитии отечественных средств массовой информации, повышении их конкурентноспособности, а также о поддержке социальных инициатив неправительственных организаций и программа «Рухани Жангару». Сегодня председатель партии НОРАТАН Ельбасы Нурсултан Азарбаев выступил с обращением о начале Праймериз. В нем говорится, что из-за пандемии Казахстан проходит самый сложный этап глобального кризиса. Коронавирус также показал недостатки в некоторых сферах государственного управления. «Нехватка оперативных действий, решение проблемы упиралось на бюрократические барьеры. Я хорошо знаю, что государственные органы и некоторые руководители не осознают реальных проблем населения. Это касается и работы депутатов всех уровней. Депутаты должны находиться в окружении народа и доносить потребности страны», — сказал Ельбаса. «Поэтому партия должна внимательно относиться к этим вопросам. После пандемии стоит вопрос восстановления экономики, создания рабочих мест, активизации малого и среднего бизнеса. Все это вошло в предвыборную программу партии и станет локомотивом действий нуратановцев в ближайшие пять лет». «Это внутрепартийные выборы. Вот это и есть реальный социальный лифт, конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов. Многие известные политологи, гражданские активисты поддержали эту нашу идею. Это люди с проактивной гражданской позиции, которые объединились в Лигу сторонников нуратан и готовы принять участие в наших реформах». Сегодня Ельбаса Нурсултан Азарбаев принял первого заместителя председателя партии нуратан Бауржана Байбека. На встрече обсуждался вопрос внутрепартийного отбора «Праймерис». Теперь задача информировать население о политических событиях. Это позволит определить активно грамотных членов партии, участвующих в выборах Мажелиса и Маслихатов. Сейчас идет подготовительная работа. Участие в нем приняли более 700 общественных активистов из региона. Кроме того, Бауржан Байбек представил председателю партии предвыборную программу. Он также рассказал о деятельности фонда «Бргемос». «Количество онлайн-обращений в нуратан увеличилось в 5 раз. За 7 месяцев обратилось 270 тысяч человек. Проблема 60% из них решена. В рамках инициированного вами фонда «Бргемос» 2,3 миллиона казахстанцев получили поддержку. Завершается строительство 20 домов для пострадавших от наводнений жителей аула в Махта-Аральском районе. Также президент подписал постановление о созыве заседания Бюро политического совета «Нуратан». Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауржан Байбек на своей странице в Твиттер. Меры будут постепенно ослаблены. В этой связи вышло новое постановление главного санитарного врача Кмулинской области. Постепенно возобновятся работы закрытых объектов. Однако выходные ограничения сохраняются. Движение по городу будет ограничено с 23.00 до 6.00 утра. Пожилым людям старше 65 лет запрещается выходить на улицы по выходным. Ограничительные меры в курортных местах сохраняются. Разрешается отдыхать только на платных пляжах. В городских парках можно гулять в группе не более трех человек. Обязательно ношение масок. Торжества и семейные праздники не разрешаются. Количество людей, собирающихся на похоронах, не должно превышать 30 человек. Несмотря на возобновление работы торговых центров, парикмахерских, салонов красоты, бань, фитнес-центров, количество посетителей все же ограничено. Заведения общественного питания должны обслуживать не более 30 человек в помещении. Деятельность продуктовых магазинов с 9 утра до 22.00. Остальные с 10 утра до 17.00. В выходные все объекты, которые получили разрешение на возобновление деятельности, они приостанавливают эксплуатацию. В выходные дни будет приостановлена эксплуатация общественного транспорта, потому что именно в выходные дни наиболее массовое скопление идет. Начинаются и походы в гости, и выезды на природу, и посещение бутиков, торговых домов, чтобы не допустить роста заболеваемости. Стоит отметить, в детских садах начинают свою работу дежурные группы с численностью не более 15 человек. Кроме того, учебные центры для детей должны работать с соблюдением санитарных требований. Как и прежде, необходимо соблюдать дистанцию, носить маски, вести здоровый образ жизни и отказаться от лишних контактов. Одним словом, важно принимать новую культуру поведения. Как известно, упрощение карантинных мер прежде всего обрадовало предпринимателей. Бесспорно, локдаун ударил по бизнесу. Теперь, чтобы возобновить деятельность субъектов предпринимательства, необходимо разрешение. На таких условиях будут открыты торговые дома, парикмахерские салоны, красоты, бани, фитнес-центры и другие предприятия. Морала Кинжахимова в сфере предпринимательства более 20 лет. Последние полтора года она в гостиничном деле. К сожалению, карантин повлиял на бизнес. Женщина обратилась в палату предпринимателей от Амекина и сразу получила разрешение на возобновление работы через электронную площадку «Инфо Казахстан». Очень удобно. Я сегодня обратилась сама как предприниматель, зарегистрировали мою заявочку. И буквально в течение двух минут пришло одобрение. То есть подготовки после локдауна моего, как частного предпринимательства, то есть мой бизнес. Единственное, что вот это нужно обязательно ЦП при себе иметь, потому что хорошо, что он у меня был с собой, и буквально это заняло пару минут. Очень довольна. Чтобы возобновить работу, необходимо пройти несколько этапов. Прежде всего, нужно зарегистрировать свой бизнес на сайте «Инфо Казахстан». С помощью электронной подписи ознакомиться с требованиями. Если ваше дело не требует санитарного надзора, разрешение будет выдано автоматически. 90% предпринимателей, подавших заявки, уже на первом этапе получили разрешение. Второй шаг. Если же деятельность требует санконтроля, вы можете подать заявку в электронном виде и дождаться прибытия мобильной группы. Большинство наших субъектов бизнеса находятся все-таки в период карантина были на приостановке. И для того, чтобы исключить вот этих человеческих факторов, именно хождение по кабинетам, была создана информационная система для оперативного решения этих вопросов. Предприниматель, субъект бизнеса, который был приостановлен, он заходит на платформу «Инфоказахстан.кз», подает заявку, выбирает свою сферу деятельности. Непосредственно, если это уведомительный порядок, то он разрешительно, скажем, акт соответственно санитарной нормы получает буквально секундное-минутное время. Если у него объект соответствующий, который необходим будет с посещением проверки, соответственно, у него будет статус стоять, отправлен в выполномоченный орган, где органы СЭС, местные исполнительные органы, представители АТА Микен также поедут на его объект, проверят соответствие санитарным нормам, требованиям, соответственно, дадут свое заключение, правовое заключение. Портал «Инфоказахстан» активизирован 15 августа. На сегодняшний день в области подали заявки 1700 человек. Палата предпринимателей работает без выходных, оказывает поддержку и помогает возобновить деятельность субъектов бизнеса. Предприниматели со своей стороны должны чувствовать ответственность и неукоснительно соблюдать требования санитарных норм после выхода из локдауна. Зарина Десюкеева, Ерды Гульдадбас, Куза, Ермик Махметов, Кокщак, Парад. В Казахстане обсуждается вероятность онлайн-медицинских консультаций. Проект приказа министра здравоохранения Алексея Цоя об утверждении порядка оказания дистанционных медицинских услуг посредством цифровых технологий опубликован на сайте открытые нормативно-правовые акты. Документ вышел в свет 12 августа и доступен для публичного обсуждения до 28 августа 2020 года. Предлагается онлайн-вардикация скорой медицинской, первичной медико-санитарной, специализированной, палеоактивной помощи и даже реабилитации. Чтобы получить бесплатную онлайн-консультацию, необходимо на сайте iDoctor.kz перейти в раздел «Онлайн-консультация». Затем выбрать вкладку «Бесплатные консультации». Ввести свой индивидуальный идентификационный номер, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, чтобы подтвердить, что вы гражданин Казахстана. Дальше все по карте сайта. Можно выбрать из предложенного списка нужного врача, подтвердить запись на прием, либо встать в очередь. Когда доктор одобрит консультацию, пользователю придет смс-уведомление и письмо на электронную почту со ссылкой. При поступлении вызова участкового врача на дом предварительно производится обзвон больных и уточняется, по какой причине звонил пациент. Возможно, что им нужна консультация узких специалистов. Если вопросы касаются узких специалистов, то предварительно записываем и ставим в очередь. Дальше уже врач сам связывается с больным. Также есть колл-центр при скорой помощи. Они могут также проконсультировать пациента. К примеру, бывают такие случаи, когда человек сам может оказать первую медицинскую помощь. В таком случае врачи консультируют именно так. Ну и, конечно, бывают и сложные случаи. В таком случае бригада скорой помощи сразу выезжает. Следует отметить, что пациенты для получения бесплатной онлайн-консультации должны быть прикреплены к медицинскому учреждению. Сделать это можно на сайте электронного правительства. Отдельные правила есть и для нерезидентов Казахстана. Им будет предложено получить дистанционные услуги платно. Анна Мира Сатыбаева, Василий Вережников, Жамбул Болтаев, Кокс-Чьяк, Парад. Фонд медицинского страхования направил на борьбу с коронавирусом по области 2,4 млрд тенге. Эти средства выделяются на оплату ПЦР и исследования на коронавирусную инфекцию и надбавки медработникам, входящих в группу риска. К слову, для получения надбавки медработникам утверждены три группы риска. Очень высокая – 850 тысяч тенге, высокая – 425 тысяч и средняя – 215 тысяч. За 7 месяцев текущего года у нас выплачено 10772 медицинским работникам надбавки в сумме около 1,9 млрд тенге. Также хочу пояснить, что информация по группам риска медицинских работников собирает Управление областного управления здравоохранением. Они выносят это на ежемесячную комиссию под председателем заместителя Акима Айна Ермековны. После того, как это все выносится решение, по их утверждению уже направляется в наш филиал – фонд медстрахования. Соответственно, мы производим оплату согласно спискам, представленным Управлением здравоохранения. Оплата исследований на обнаружение COVID-19 методом ПЦР осуществляется фондом медстрахования для пациентов, госпитализированных в инфекционные и провизорные стационары. Сумма возмещается на основании предоставленного счета. К слову, за полгода в регионе на ПЦР-диагностику направлено 109 млн тенге. Также рассматривается вопрос о дополнительном финансировании услуг на борьбу с коронавирусом. Выделение средств планируется с июля по декабрь текущего года. Затем после утверждения будут доведены до всех медицинских организаций. У нас на сегодняшний день уже принят приказ по тарифам. Было два раза увеличение в мезерам произведено. Это у нас получается в круглосуточных стационарах с 15 000 тенге до 32 000 тенге. Это инфекционное отделение. В провизорных стационарах у нас с 11 000 до 21 000. А также на пребывание больного в отделении анестезиологии, реанимационной, интенсивной терапии у нас до 69 000 тенге. Также в фонде медстрахования напомнили, что с 1 июля закончился льготный период, и все условно застрахованные граждане делятся на застрахованных и незастрахованных. Проверить свой статус можно на сайте электронного правительства, на интернет-странице фонда fms.kyz и через приложение Telegram, фактанда.ру.бот и колдау 24.7. Также действуют единые горячая линия 14.06. Мурсултан Ибраев, Азамат Бекамагабетов, Жамбал Балтаев, Курчьяк, Парад. На строительство новой котельной в Акульском районе в рамках дорожной карты занятости выделено 756 миллионов тенге. Сейчас в строительстве задействовано более 40 человек. К слову, новая котельная в райцентре будет полностью автоматизирована. Котельная, введенная в эксплуатацию 10 лет назад, не могла обеспечивать теплом весь жилой сектор районного центра. Ранее к системе центрального отопления было подключено всего 12 домов. При вводе эксплуатации новой котельной будет отапливаться 22 многоэтажных дома. Из них некоторые дома не топились более 20 лет. Люди сейчас делают реконструкцию в своих домах, прокладывают новые трубопроводы, теплотрассы. И будут жить уже в хороших условиях. В рамках программы дорожная карта занятости капитальному ремонту привлекаются и жители района. Я сам строитель. Работаю с 87-го года. Так вышло, что когда-то я строил и старую котельную. И вот сейчас задействован в возведении новой. Заработная плата неплохая. Нас, рабочих, все устраивает. Для нас также организовано питание. Я монтажник. На этот объект меня отправили из центра занятости. Ранее я там оставлял заявку. Потом мне позвонили, все объяснили. Зарплата около 120 тысяч тенге. К новой котельной наряду с многоэтажными жилыми домами будут подключены здания, суда, дом культуры и детский сад. На данный момент на этом объекте все материалы закуплены. Идется работа по прокладке теплотрассы. Вот вы видите, что тут каркас уже готовый. Договор на поставку котельного оборудования заключен с Щучинским заводом, который изготавливает котлы. До 10 сентября котлы будут здесь уже установлены. Аким районного центра отмечает, что все работы будут завершены до начала топительного сезона. Ведь перед запуском нужна апробация. После ввода в эксплуатацию здесь будут созданы новые рабочие места. Альмира Сатыбаева, Игуль Мурзакулова, Павел Соловьев, Кукщиах, Парад. Завершается процесс обновления кровли здания общеобразовательной школы села Аблайхан Бурабайского района. На ремонтные работы, проводимые в рамках проекта АУЛ ЕЛБСГ из областного бюджета, выделено 50 миллионов тенге. Средняя школа в ауле Аблайхан рассчитана на 600 мест. Сегодня здесь обучаются 184 учащихся. Само здание построено в 1975 году. С тех самых пор крыша учебного заведения заменяется впервые. Ранее в советские годы сюда приезжал Аюльбеков Еркан Нуржанович. Здесь не было дорог, школ, водоснабжения. Было проведено заседание с руководителями управления строительства и дорог. К первому сентябрю была построена школа, дороги, провели воду. Благодаря ему здесь начались работы. И сегодня, как вы видите, стараемся обновить и сохранить социальную инфраструктуру. Работы по капитальному ремонту кровлю школы начались в июне. Задача – завершить его до нового учебного года. В настоящее время ведутся работы по замене окон. Учебное заведение всегда под пристальным вниманием и поддержкой неравнодушных граждан. В школе есть хорошая традиция. 25 мая на 10, 20 и 30-летие выпускники организуют помощь школе. Так удалось заменить школьные двери, мебели, приобрели детский музыкальный центр и портативный проектор для классов. В этом году в мини-центре Балдерган, который расположен на базе школы, был проведен текущий ремонт. Центр рассчитан на 59 детей. Две группы работают полный день, одна группа по полдня. Здесь трудоустроено 11 педагогов. В новом учебном году обучение в школах страны с 1 сентября будет организовано в дистанционном формате. В целях методической поддержки педагогов организованы специальные курсы «Учись – учить дистанционно». В них продумано все – от организации учебного процесса, вплоть до налаживания контакта с родителями учеников. Продолжительность данных курсов составляет 40 академических часов. На сегодняшний день обучения прошли 13 700 учителей. Все они получили подтверждающие сертификаты. Обучение проходило по пяти модулям, на которых рассматривались темы организации учебного процесса при дистанционном формате обучения, а также особенности дистанционного обучения, особенности оценивания учебных достижений учащихся. Возможность бесплатно пройти данный курс будет предоставлена каждому преподавателю до конца года. Шанс обучиться есть и у студентов высших учебных заведений, будущих учителей. Материал курса был очень интересен, полезен и доступен. Учителя самостоятельно выбирали время и темп получения новых знаний. Особое внимание уделялось навыкам планирования и трансляции онлайн-уроков, работе с интернет-сервисами. Уверена, что полученные знания учителя будут хорошим подспорьем при работе со школьниками. По словам специалистов, на данных курсах также рассмотрен один из важных вопросов – взаимодействие учителей с родителями. С 24 августа для них будут организованы дистанционные семинары «Счастливый родитель – успешный ребенок». Родительская общественность узнает, как правильно работать в удаленном формате и создать для ребенка благоприятную учебную и психологическую атмосферу дома. Агирим Сульменова, Василий Вережников, Кокще, Акпарат. 15 августа исполнилось 93 года со дня рождения писателя, литературоведа, академика Турсенбека Какишева. В средней школе села Алтенде прошло мероприятие, посвященное числению именитого земляка. На вечере присутствовали ученики-писатели, местные жители и представители педагогической общественности. Турсенбек Какишев родился 15 августа 1927 года в селе Борле, Блондынского района Кмолинской области. Свою жизнь он посвятил изучению истории и литературы. Он автор 30 монографий, книг и брошюр, а также 800 газетно-журнальных публикаций и радиотелевизионных выступлений. Под его общей редакцией в 1996 году издана «Краткая история казахской литературы», составитель собраний сочинений многих известных казахских писателей, в том числе 12-томного издания произведений Сакена Сейфулина. Турсенбек Какишев – один из сын казахского народа. Не просто педагог с большой буквы, а в первую очередь патриот с активной гражданской позицией. Его можно назвать примером на века. Даулет Кирей Капула, известный импровизатор в ходе мероприятия, рассказал много интересного из биографии Турсенбека Какишева. А в библиотечный фонд школы были переданы несколько работ ученого. Во-первых, это школа имени нашего учителя. Есть необходимость установить его бюст возле здания. Второй вопрос. Присвоить имя Турсенбека Какишева – одной из главных улиц Блондинского района. Мы хотим поднять эту тему. Было бы отлично установить памятник на этой улице. Также хотим обратиться, как ему городок учитал. Мы хотим построить музей в его честь. Если нам дадут земельный участок, то мы своими силами сделаем все необходимое. В 2007 году Алтындинской средней школе было присвоено имя писателя. В учебном заведении обучается около 200 участников. В настоящее время в школе проводится капитальный ремонт. Из областного бюджета на эти цели выделено 397 миллионов тенге. Фундамент Алтындинской средней школы имени Турсенбека Какишева был заложен в 1974 году. В 2018 году отремонтированы блоки А и Б. В этом году проводится капитальный ремонт блока С. Здесь есть актовые спортивные залы, учебные кабинеты и столовая. Школа полностью оснащена интернетом. Последователи Турсенбека Какишева в ходе встречи еще раз подчеркнули, что им за честь прославлять имя своего наставника. Нурсултан Ибраев, Абзал Болтабаев, Сабарбек Кулатай, Абайту Леген, Купщий аппарат. В следующем сюжете мы расскажем о сельском пчеловоде. Все начиналось с хобби, сегодня это уже надежный источник дохода. Особенностями своей профессии он поделился с нашей съемочной группой. Одна семья, тут ящики одна. Житель Буландынского района Виктор Старовойтов является профессиональным пчеловодом. Медоносных пчел он закупает в южных регионах страны. Сегодня в его хозяйстве насчитывается 90 улей. За один сезон одна пчелиная семья дает более 100 килограммов меда. С 99-го года занимаюсь пчеловодством. Можно сказать, это хобби. Не бизнес. Ну и бизнес, конечно, поддержка. Семейного бюджета помогает, пчелы помогают. Детей, внуков, а детям будет помочь материально. 19 семей у меня. Тут бригада у нас 90 семей, 5 человек. Меду собираю где-то килограмм 100-120 примерно. Литров. Виктор по профессии зерновой технолог. Сейчас на пенсии. На протяжении всей жизни трудился на элеваторе. Именно поэтому отлично разбирается в растениеводстве. А это бесценный опыт для пчеловода. Ведь выбор цветов и трав, обладающих целебными свойствами, уже само по себе искусство. Весной мы становимся на акацию, выезжаем в лес, где акация цветет. Потом на экспорцет и разнотраве ищем, где поля, сорняки есть. Так в основном. В данное время сейчас на подсолнухе стоим. Мед, во-первых, это иммунитет поднимает, здоровье. Пчеловодство – деятельность сезонная. Сам процесс очень кропотливый. Тем не менее, для Виктора это непростое занятие стало источником заработка и делом всей жизни. Агирим Сулейменова, Берик Абдульманов, Ермек Махметов, Кукще Акпарат. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь и напоминаю о том, что с самыми актуальными событиями региона вы можете ознакомиться на нашем сайте. Кукшетау.тв.ки. Это с вами была Альмира Сатыбаева. Сурда. Перевод Людмилы Изотовой. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!